всем привет ребята вы на канале таежный гость в общем купил вездеход в целом то можно было и самым построить но времени нет и соответственно нигде строить гаража нет гараж есть но там снегоход еще какие-то свои вещи в общем все забарахли но скажем так вот это я купил вездеход вездеход вроде всего неплохой как бы двигатель мака но там получается изначально была вода в воду слили и чтобы соответственно в общем общем короче сам протупил и не залил воду но тасол или антифриз вообще ничего не залил и прокататься получается вокруг дома ну чтобы поставить его соответственно вместо на место чтобы он подождал у друга в участке и соответственно короче по ходу я сжег там этот как его прокатку или опять же вода где-то осталось она замерзла и лопнул блок потому что когда залил антифриз завел спела ничего не нету потом начал гадну больше газу давать и в итоге системе охлаждения появился по появились газы это или прорывы газы через головку или соответственно меня лопнул блок если лопнул блок это кирдык если сочатся газы через головку то сейчас мы это проверим сам вот вот такой вездеходе колеса пока снял мосты получается волговские ну и переломного типа общем все такое простецкое тут получается принцип такой что движок атаки вот он начал уже разбирать двигателя такие потом его же коробка делаем через кулису все как бы воде четко потом идет раздатка от него вот она ну и соответственно от нее вперед идет прямо сразу как его кардан и назад кардан идет через деятошную ступицу ну и дальше идет кардан вот когда на принципе на крестовинах то есть все классно здесь получается шрус вот но там никаких угловых этих нету как его коэффициенты водлика но в общем она не гнется никак особо и она будет жить и жить вот и чё чем мы пришли в общем начал разбирать я думал головочку то скинуть то там не не сложно оказывается тут блин надо будет все разбирать все эти как он называется карбюратор коллектора выхлопную систему чаще я не знаю вот эту зажигание надо будет снимать нет это получается у нас насос его тоже бы желательно не трогать потому что воде парень сказал что перебрал его вот ну карбон я сам перебирал разбирал в общем видео полно вот шланги правда вот вот такой такие шланги я конечно купил но я не помню подойдет или нет они короче такие уже лопнутые ну какой дубовый вот вот это силиконовые мягкие шланги эти как бы еще сгодятся вон там тормозные шланги тоже какие-то не очень вроде как потихоньку лопаются уже вот свечные провода какие-то дубовые сейчас наводи как силиконовые какие-то дубовые не знаю может потом это у меня тоже валялись у него эти шла свечные провода тоже их достану общем другие поставим здесь это тормоза и цепление да да тормоза и цепление они тоже какие-то блин на шланге немножко продешевел и пил парень или это было то и поставил такие моменты здесь ничего здесь это было обратка получается этого здесь конечно немножко тоже сделал не не ажурно это все вот так не знаю если где-то петли но петли я не вижу ведется она на бачок поменять на другой какой-то более хороший поставить вот ну что нам надо головку скинуть а тут оказывается делов туда хрена надо вот эту фигню пойду раскрутить то есть вот они болты головки три штуки 3 по ходу внутри да там еще что такое а там еще термостат короче там еще термостат там еще термостат надо будет скидывать по ходу в эту систему всю всю пойду короче работы непочатый край да брат говорит не так-то много разбирать но оказывается до хрена разбирать ну потихоньку разберем общем в общем идем разбирать все это клиенту делу немножко затрудняет то что я не шибко до разбирал помете вот комплект прокладок купил тут получается из подголовки два разных прокладки 1 на 113 что для другая на 110 111 модель у них получаются разные модели это это прокладка там я что-то я не замечал что тут прокладка это есть тут интересно есть какая нет ну ладно это потом разберемся интересно из какого материала вот эти какие-то все бумажные как будто бы это воде выхлопная вот здесь пара не по идее пара не должен быть она же не сгораемая в общем какая-то хрень ну ладно менял каких-то трубок какие-то заглушки в общем в общем то как то так ну ладно начнем дальше разбирать чему-то придем к чему так что-то приведет интересно как это все сделано чё на двух болтах что немножко еще неудобнее получается на на по идее это то можно было на она и не скидывать но фиги узнает только миллион потрубков что даже не знаешь куда как взяться кстати вот на коллекторе пуском написано что это кто 13 мотор вот и он вроде как по новее вот возможно даже помощнее чем старый вот видать дать он залезал сюда вот здесь герметик свеженький все остальное видать пока старенькая и возможно он туда даже и не не залезал и движок но сказал движок вроде бы там 40 километров 40 тысяч километров проехал в особых там грязи и нигде ничего не вижу то есть возможно даже движок очень даже живой вот но единственное ли бы я его не запорол своими неграмотными действиями в общем надо было это зорчика загрузить так что не буду показывать сам процесс разборки я думаю все понятно болтики гратики винтики раскручиваем и все главное чтобы вытащить головку а потом уже будем думать и так сказать дефектовать что мы могли сделать не так в общем скинул коллектора и пустной и выпускной вот там у меня термостат термостат надо будет скидывать он получается гбц крепится вот и что-то мне такое ощущение что я по всей видимости все-таки заморозил его воду вроде бы вылил через вот вот тупик вот то то отверстие но скорее всего бог и осталась вода она замерзла и хреном собачьим расколола бог блин что-то мне кажется что боится мне провозиться прям душевно и все это разобрать увести двигатель город и заняться его переборкой вот чтобы мне не хотелось конечно потому что у меня получается заморозилась этот как он называется помпа помпа у меня замороженная было из-за этого мне оборвало ремень грэм когда я начал крутить не оборвала усказала вот здесь зубья во время это увидел вот потом чайником здесь залил водой разморозил его и потом уже тасовом выгнал всю воду вот но суть в том что суть в том что ребята по ходу там внизу где-то но если здесь хотя она где-то там осталась вода и кучи лопнул не бог ну сейчас конечно разберу посмотрю но мне интересно как я это увижу если он весь сухой получается что получается ничего в общем блок придется на разбирать геморр жесткий то что сделано уже как бы не воротишь опечален я немножко тем что скорее всего сейчас не покатаюсь хотел большие колеса поставить и попробовать по снегу погорцевать чтобы понять передаточное число меня устраивает или нет если не устраивает то купить раздатку другую с самодельную грубо говоря люди делают чтобы передаточное число было еще меньше вот ну ладно что не будем обращаться пока все что не делается все кучу как говорится возможно есть какие-то моменты которые надо которым надо внимание и как раз к этим и удалю внимание к этим моментам в общем буду разбирать а то немножко не могу одной рукой ну тут осталось уже скинуть получается забыл называется блин термостат трубку термостата здесь получается обратку от радиатора вот и генератор скинуть и вот эту блямбу а потом раскручиваем вот эту как его штуки а еще здесь клемму скинуть с зажигания потом раскручиваем крышку головки и саму головку уже можно будет раскрутить вот вот как то так эту трубу поменять это она на своя родная потому что такие еще вы бы свои штатные зажимчики и он треснутый его надо поменять здесь вот эти постараюсь уже поменять эти такие топливный шланг тоже поменяю топливный шланг этот шланг пусть пока будет вот это от воды ну то есть от тасола от охлаждающей жидкости скажем так этот шлангу не будем менять наверное хотя хотя чем тут выполняет он тут на головке получать на крышке он никакой роли не имеет главное чтобы грязь не заходила там какой-то сапунчик видать будет видать такси на дальнейшем эти шланги прикупить не знаю чего это этот главный цилиндр не знает чего наверно тоже атаки надо его потом прикупить посмотреть где-то вот и здесь шланги надо поменять вот не знаю как меня хотя какая разница как их менять тут же воздух получает туда пойдет его раскручу просто вылью отсюда тормозуху эти шланги поменяю обратно поставлю и у меня скорее всего ничего не провозду что если трогать их не буду так что наверное так в общем пошла жара не понимаю ребят где тут датчик давления масла я думал здесь краю датчик и это датчик давления масла это датчик температурный температурный датчик вот такой он соли вот думал что этот ой то есть нет это я не думал этот может этот и есть он возле масла я думал это датчик температуры воды а может вот этот и есть датчик температуры масла вот наверное он есть он как раз отсюда идет зелененький провод скорой скорее всего там проходит вот грамотом зелененький он как раз вот здесь и выходит вот он это и есть датчик давления масла все сейчас пришло на свои места в общем потихоньку при разборе разбираюсь чудо где да когда он что-то тут какая-то грязь конечно вроде как все мы разобрали все здесь сняли в общем двигатель да не такой уж сложный на самом-то деле на самом-то деле блин где-то все только мыть надо будет все это перемыть еще так как так как чистота залог здоровья скажем так вот так это на 8 куда я поставил точно 10 вот так у меня есть трещотка в общем трещотку не достанет в общем любит ребята сейчас клапанную крышку скину как я думаю вот эти болты они там надо еще посмотреть как они затягиваются если потом буду затягивать поэтому брат опять начал гонять на мотоке вот так сказать рассекает снежный покров вот а мне надо будет посмотреть каким моментом затягивать и каком порядке но это потом после того как мы выясним что где случилось и сейчас у нас вот крышка она снимается и что мы тут видим а тут мы нифига так а что мы тут видим мы тут получается видим то что тут ничего и нет на самом-то деле на крышке же должно быть эти как они называются вкладыши или я ошибаюсь или я ошибаюсь на как он крутится как-то масло выдавливает получается что не в общем нету ничего от слова совсем так 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 эту крышку куда-то надо ставить она вся в масле так куда бы его поставить чтобы она в животе но это все равно будет у меня сюда перемываться так что не страшно сюда поставим масло конечно какое-то грязное вон темновато и видать масло залили какое было вот она вся такая темненькая полностью так вот эту болту не смог выкрутить пришлось снять полностью не знаю есть мышцы снимать все здесь какие-то ударчики как будто есть тут задирами никаких не вижу надо это все на обратно поставить чтобы не трогать лишний раз задиром никаких я не вижу ничего не такого нету так ну что ж теперь вот остался этот болт выкрутить и пойдем дальше не судите строго открутим все это дело и блин лишь бы прокладка сгорела лишь бы это еще виделось либо все было в этом вся проблема вся проблема если в этом все будет просто окей но если нет это будет прям печаль беда братан неугомонный гоняет и гоняет надо сделать это побыстрее потому что завтра я уже ничего не ты надо сделать а после завтра у меня морозы и это будет крайне не благосклонная тема здесь на улице работать так что снимем пока этот что там сальничку на на не очень хорошо мне кажется на конце ну ладно куда и масло побежит блин шайбу ранил такая шайба полин и масло уже все изгадила все не так хорошо как думал потому что масло залилась непонятно где и что как будто бы здесь грязновато немножко особого чего-то там я не вижу и голова тоже особого ничего не вижу чего ничего шанский походу лопнула лопнул блок походу что очень прискорбно я бы сказал крайне прискорбно я немножко тут час и загрустил и по это печаль беда он сейчас еще я тут ничего не вижу не на все еще залила маслом блин так и думал же что зальет сейчас тряпку другую принесу посмотрю что может быть с ним в общем первое вскрытие особо ничего не показала но с учетом того что у меня по сути ехал чуть-чуть чутка скажем так вот такой вот вот такой на краю вот все остальное белый здесь как будто бы есть прорыва газа и другой стороны но другой стороны чутка а здесь прям не зеркально чистая я его тер и все равно все это как бы таким черным в общем скорее всего что с этой стороны были прорыва газа и сейчас будем выравнивать как можем бог вот у меня есть камень ровный постараемся им выровнять как говорят вроде как все это становится в допуске проверим клапанов чтобы они не текли и соответственно соответственно здесь она уже ничего не приняла потому что чугунный блок все говорят что ничего не ведет и проверим еще помпу раскрутим и посмотрим что с помпой если все хорошо то будем собирать в обратном порядке и и надеюсь не пойму только чили блок то ли он такой есть такой был такими зазубрингами как будто бы возможно это заводская такая задачка ты нет если кто знает можете прокомментировать этот момент моториста вот здесь какой-то жиклёр 170 куда зачем он почему вот не вообще не понимаю зачем тут и жиклёр но в общем он какой то есть 170 ваге написано вот нужен пылесос все это про пылесосить всю эту грязь не значит здесь особо ничего не буду в общем ребята брат дал вот такой диск вот им сейчас попробовал шлифануть и сразу проявились что вот здесь получается вот здесь вот здесь начало здесь начало светлеть вот здесь вот здесь то есть центр центр к очень не осветлеет надо его отшлифовать вот как это сделать хрен его знает в общем она буду долго его шлифовать но брат говорит что потихоньку шлифуй шлифуй может быть и не шибко много сейчас в общем надо засунуть сюда тряпочки вниз максимально его отодвинуть эти поршня засунуть тряпочки и соответственно в эту пипку не знаю зачем она здесь нужно люди как не нужно его срежу чтоб не мешало и буду потихоньку крутить что еще делать и шлифовать поверхность вообще времена поставил 25 литровых этих банки тосола и потихоньку кручу уравниваю ну-ка уравниваю ну-ка уравнивает этот уравнивает вот вася ну-ка ранее тяжеловато удается уже не знаю сколько времени часа 2 на и крутишь уже темненько что-то темненько темненько темно как то само уже почти почти уже уходит здесь как бы есть остатки здесь уже почти ушло темнота ну и здесь получается тоже остатки то есть блок потихоньку выравниваю но здесь прям большой провал здесь возможно отсюда и газ выдавливала в систему охлаждения но как будто будут отсюда то есть туда толкала здесь принципе небольшая как бы плоскость небо немножко увела но вот здесь у него были очень большие как бы этот ну то есть спела здесь терла сам камень то есть приподнято было с обеих сторон сильно здесь как-то она все это более-менее вроде как но здесь опять же большой провал такой сейчас видите все еще черным черно но осталось немножко я думаю через часик я выровняю блок и останется у меня головка надеюсь как бы этот камень брат сказал что более-менее прямой вот и потихоньку потихоньку полегонку полегонку все идет на данного было отмыть конечно то сидела вот но уже трогать не буду что идет все идет этим камнем батя брат уже уравнивал две головки что ли уравнивал поэтому начнем дальше мочить крутить надеюсь сегодня мы доведем блок цилиндров до идеала ну как относительно наших пониманиях до идеала потому что все-таки идеал делает станок вот фрезерный или какой-то там он называется мы делаем доводим до не знаю долгих там суток сотых долей чтобы все было хотя бы там в районе там сколько 55 так что ли допуск если не ошибаюсь возможно ошибаюсь так что я где-то слышал люди это или читал что 5 соток допуск поэтому не судите строго возможно я не прав тут соответственно как он называется металлопакет или как она правильно называется вот попадка получается она сколько-то скрадет и вроде как как раз и пять суток есть ну вот здесь видите надеюсь что он здесь пробивала газы и из-за этого у нас такой казус это все тут как бы грязи но это все будет отмываться все это от мою вот так что никаких проблем барман сейчас поговорил рада и быстренько проверить головку еще вот головку тоже немножко покрутила то есть вот здесь начала белеть здесь ну в общем по краям вот здесь 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 вот то есть общем к по краям то есть головка тоже поведена вот так что надеюсь что все таки сделаю кстати вот помпу разобрал помпа в такой чаще какой-то непонятно видать стояла что ли долго помпа уничтожена под замену завтра съезжу до района райцентра помпу куплю новую уже заколебался тереть ребят вот так получается вот еще как правильно то правом горшке немножко осталось там уже почти почти уже все хорошо вот в левом еще до хрена блин в общем тереть не перетереть ухты 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 ну что же хватит болтать надо дальше тереть начинаю начал обтирать головку здесь хотя небольшая еще есть вот не не про . а так в общем возле каналов где идет жидкость соответственно охладительные или как правильно водяная система общем там вот такие такая чернота то есть до него еще не дошел и вот не знаю дальше точить или нет в общем-то делаю это впервые поэтому не могу точно понять нужно это все обтачивать или нет в общем ребята долго ли короткий вот так у меня что получается вот здесь получается брат говорит близковато вот то есть не дошлифована и близковато поэтому говорит могут пробиться газы и соответственно надо дальше шлифовать головку а я уже заколебался у меня еще блок не дошлифован я просто замерз и зашел головки и вот не знаю сейчас чего выйти головки и блоку цилиндров или все-таки головку дальше стачивать но наверно пока головку буду обрабатывать там мне конечно тоже есть еще моменты в этом на цилиндрах но на блоке цилиндров но пока сосредоточимся на головке не знаю проверять не проверить еще на этот она на чем-нибудь залью солярку или что-то на этот хорошую стыковку клапанов тоже надо проверить вот это чуть попозже над соляркой брызну туда посмотрю если не будет мокрить то будет все хорошо в общем когда точить 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 крутить в общем так не знаю общем ребят эффективно не эффективно вообще короче уже очень нет крутить и поставил общем на шурик резинку и соответственно на малых оборотов сюда-сюда как бы видеть надеюсь это не испортит весь процесс хотя бы сколько-то взять потому что я уже целый день крючок не уходит у меня этот не уравнивается надеюсь хотя бы сколько-то там взять а потом уже опять грустную до сливовывать потому что невозможно я заколебался так весь процесс идет туда-сюда шевелю и как бы круче кручу резинка принципе дает вот слабину и по по сути как бы люди как должно шлифоваться вровень надеюсь на можно еще небольшой грудь поставить может быть еще грудь поставлена ко мне небольшой но если сильные поставлю то начинает проскальзывать этот как его резинка резиновая трубка поэтому как бы приходится вот так надеюсь хотя бы облегчит сколько-то мой труд ребятки шурик уже посадил заколебался крутить сейчас принес электрический шуруповерт штурм вот эту конструкцию и целом то вот так получается где у меня тряпочка смазываю маслом можно соляркой брат говорит но маслом тоже неплохо знает люди как лучше двое соляркой в общем это пипец я сколько уже сейчас накрутил считай шуруповерт паса паса высадил короче и у меня результат особо то вот он такой но здесь конечно заметно ушло но вот здесь как бы все равно очень близко к системе охлаждения но здесь более-менее здесь вот тоже очень близко но и действие соответственно тоже как бы очень близко вот такая фигня ну задние стенки то они ушли более-менее но тут опять же очень большой как бы этот хотя как большой по идее же она все равно вот здесь идет то есть крае здесь корейство тоже близко в общем надо выровнять все равно этот блок гбц рука вся хон какая стала мелкой стружки вот и в общем я офигеваю конечно как мастера как у меня брат говорит он несколько головок так это делал выравнивал ребятки вот такого результата на данный момент добился не сказал бы что супер хороший не сказал бы что супер плохой в общем по идее нужен станок который бы все это снял красиво ибо я уже немножко в тух в общем не из простых это дело делать сейчас еще брату отправлю видосик пусть посмотрит блин как эти раковина убрать то в общем как бы вся плоскость берется и все это дело очень медленно и я тут уже мальца притух но более-менее уже взял вот и в общем то брат может быть скажет уже достаточно не знаю по его опыту он как бы больше разбирался разбирал машинах двигателя поэтому может он даст какой-то знак что хватит а так если в этом году этот двигатель проездит все хорошо то в следующем году я его возьму то есть следующий сезон если он проедет летний хорошая хорошо себя покажет и этот движок сниму и все таки на над капиталю как минимум все вот эти поверхность поверхности я пойду и на фрезерном станке или как правильно в общем выравниваю все это дело и делаю его пушку-бомбу малинку клубничку потому что вот такие раковинки мне не нравятся конечно или просто куплю другой движок его от капиталю и принесу как скажем так или этот оставлю как запасной или тот поставлю как запасной в общем такая суть а сейчас уже а сейчас уже вечер время там где-то в районе уже 8 надо по идее идти домой сходить в баньку попариться так сказать восстановить силы потому что это уже меня начинает подбешивать это третий день или четвертый же я вот колупаюсь с этим моментом и то еще я не до конца доточил это как его блок блок не головку а сам блок двигателя к и учитам еще задачи вы дотачивать в общем это как бы затея то не из легких в общем работа такая сложная щепетильная нудные и как будто бы нет ни конца ни края вот так ребят очистил здесь еще маленькие недочеты остались но я уже заколебался и как бы это мелочи жизни я думаю прокладка как бы все это тянет здесь как бы тоже небольшие остались но уже делать ничего не буду потому что здесь люди как бы все отшлифовалась и надеюсь что это все удержит вот как то так новую прокладочку ставим вот такую новую прокладочку надеюсь он удержит ну и здесь вот так отшлифовался думаю что тоже удержит проверил клапана клапана как бы притертых никаких проблем нет никаких проблем нету вот в общем сейчас поставлю ну это же момент затяжки посмотрел сейчас по моменту затяжки там сперва первое в три этапа идет первая 20 метров 2 не помню сколько вот такую штуку взял от брата но что-то как-то она это все бегает непонятно как в общем постараемся куда-то выставиться и как-то его как-то сделаться братом году принес баньку сегодня банька поэтому надо быстрее все это дело делать потому что на носу новый год и соответственно надо успеть еще помыться и встретить новый год чистеньким и бритым чистым в общем душистым так ребят соответственно смазал резьбовую часть и часть торца получается которому состыковывается к этому как его к шайбе чтобы момент был достаточно адекватный то есть чтобы все скользило и легко это все крутилось не знаю конечно как температура влияет то что у нас от холода вот и момент затяжки такой что 12 если так смотреть 1 2 3 4 5 6 сперва на затянуть на 20 ньютон метров потом 69 ну или 7 килограмм и потом уже на 90 градусов общем начнем крутить это опять же на не буду показывать три этапа идет за дни момент затяжки так что в общем начинаю крутить немножко ребят ужас ужаснулся вот смотри какой там маслах прикол дэцена сейчас блин куда куда установится вот такая тема это получится гидрокомпенсаторы что ли в общем все вытираю еще то как там не вообще масло не нравится надо срочно заказывать фильтр менять фильтр и масло потому что это не масло это какая-то чача блин а в общем за все менять не знаю взял конечно вот такой знаю хоть там вообще текучий не текучий и вот он текучий вот это синтек самый дешевый взял чисто как бы для для этого для переберута чтобы прочистить да что-то пусть пока маслом будет новым вот этим вот но тут масло тоже фуфалло полное в общем движочек состоянии не очень хорошим вот он блин даже не стекает нифига не затягивается в общем не масло какая-то чача нужно завести нагреть его чтобы масло все стекло и потом его чтобы я с кем она была и соответственно все скрыть и новой залить вот в общем движочек в целом-то очень неплохой потому что я открыл в цилиндрах даже еще х он виден то есть для цилиндров этого бы редкость если так скажем по крайней мере на буранах он быстро стирается вообще не знаю конечно как найти на машинах на машинах в общем такая тема ну ладно чё вытираю все его красиво собираем потом соответственно здесь смазываем маслица постели поставим распредвал его закроем и дальше начинаем собирать вот такая ребятки тему ну чтож тело идет поставил ремень грэм люди правильно блин натяжки натяжители такой колочек у фузы тяжело его натягивать в общем печаль беда нужно куда спец ключ там где 2 2 отверстия получается на него скорее всего кто можно упереться и соответственно как-то его натягивать у меня и такого нету я два два гвоздя засунул и отверткой как бы их переклинил что ли и так натянул но опять же когда натягиваешь и конечно начинаешь натягивать в конце этого соответственно это все дело уходит немножко обратно может быть можно было в другую сторону но не знаю как бы повернуть соответственно натяжители другую сторону его натянуть тогда будет все хорошо по идее может даже она так натягивается потому что если сейчас сейчас она может хотя и так и так он если расслабиться болту соответственно ремень грэм грэм спадет ну ладно так надо коллектор впускной поставить выпускной я уже поставил поставил все остальное здесь надо защелкнуть вот эту штуку тут она даже не защелкивается тут руль слишком близко надо бы все это взять на хомутики как-то так у у нас работа идет ну холодновато ребят сопельки замерзает ну ничего страшного холода не боимся мы немножко отогреемся вараши до дальше будем делать вещи его единственное что хотелось бы уже даже сегодня завести на не знаю боюсь как-то заводить даже из-за того что масло такое галима и у нас тут хотя может вид поддоне лучше здесь просто наверху вот такая хрень но это буду потом посмотрю на она на всю эту тему и будем думать думать и гадать поставил генератор на кинул ремень генератора все где сделал поставил уже карбон подсос так что осталось шланги видит подключил здесь не зажал правда нижние воды как бы так оттуда конечно может толкнуть куду ладно это будет смотреть вот осталось соединить топливные шланги вообще такие все патрубки стали прям дубовые когда разбирал было минут десять а сейчас прям все дубовое он даже газу лька вот здесь у меня обломалась потому что она идет то тут с как буква с в общем виде смотрел работает вот но то что там сломал это не есть год вот газу как стать и у меня не до конца срабатывает не знаю надо мне этот до конца газу лька или не нужно бензине еще в карбюратор еще есть бензи и эти как его ускоритель насосы дали бензов вот так интересно конечно что тут по маслу ну да тут такая тоже чача но она принципе жидкая и выделок его достаточное количество в общем с маслом надо поаккуратнее так остались топливные шланги фанчики это чудо шланчик это 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 шланчик у нас идет отсюда отсюда это сапунчик да он идет туда так и топливный топливный почему-то у нас топливном почему в топливном один кому тик должно было быть нами два в общем тут непонятно так что соединяем все шланчики и на сегодня можно или не знаю или завести или не завести в общем пока не знаю этот момент вот можно принципе попробовать завести вот тут уже ребят не знаю успею нет и замерзну и нет так то надо уже идти на на новый год встречать а я тут мерзну лишь бы не заболеть а то у меня еще много дел в общем ставим все на место и вот такой у нас праздничный стол в общем ребята скоро новый год я не успел завести вездеход он не завелся за рано но в новом году я это делаю всех с новым годом увидимся следующем году первое число ребят надо вот эти гаражи поставить аккумулятор на зарядку и сегодня постараться как-то завести двигатель посмотреть все ли я правильно сделал и работает ли он в общем начнем заниматься все силу спит никто не заводит снегоходу и не слышно только вдалеке красивая у нас светит собаки чудо все в дыму ребят победил я его еле-еле там тык 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 всего один горшок долго работал дымил пипец жестко а потом все таки завелся сейчас жду пока он нагреется пока вроде никаких проблем нет в охлаждающую жидкой газы не идут но надо нагреть и потом уже будем смотреть в общем-то температура у нас облина температура что близко уже 90 я должен термостат открыться и упасть получается температура самого движка что-то у меня уже и а уже термостат открылся идет получается он ничего себе там не а я тут крутить а у меня тут генератор меня сейчас захватили там раскрутить вообще весь дымится посмотреть вентилятор сработает или нет это получается масло и этот как его очиститель дроссельной заслонки в общем сейчас посмотрим что будет желательно посмотреть включится нет вентилятор по идее вот у него датчик он должен сработать наверное вентилятор должен запуститься но все будем смотреть ждать вот такой он еще не шибко теплый двигатель уже такой горяченький горяченький парень в общем вроде как все сделал сейчас еще поработает посмотрим вентилятор включится покажу вам и на этом будем заканчивать это видео а впереди нас ждут другие приключения авто ремень горами идет по краю столик или так оно и должен должно идти а там по насосу по центру насос поставил новый вот так что все должно работать по крайней мере когда дозую оттуда жидкость идет туда расширительный бачок бачок надо тоже что-то придумать это все это дело вот так держится не очень не нравится но дальнейшем будем делать думать и решать эти вопросы как будто бы дымела сильно сейчас учат белый дым а до этого черный шоу на даре там вот такое покрытие все почернело видать выплевывала излишки масла да все тут и глюкальчик вот так интересно и утеку есть он всегда темно типа передача есть что ли о блин ребят я на передача оказывается его заводил обороты мне кажется большеватый надо потом этот обороты отрегулировать вообще не боли ребят пушечки опять блин тасолка очень вылился вот начал выкипать каючи вот и сейчас мое предположение датчик поднялся температуру вот здесь который двигателя блока двигателя он поднялся до 90 вот термостат работает потому что тепло начала идти в радиатор радиатор нагрелся радиатор нагрелся сейчас он еще горячий вот и предположение такое что датчик радиатора датчик блин тепла радиатора или как правильно в общем он не работает потому что вот когда коротишь и вот эти провода соответственно вентилятор запускается а вот он не запускается общем но такое ощущение и соответственно вентилятор перестает крутить у меня все здесь нагревается после выше 90 температура подымается и соответственно тасол начинает кипеть тасол не самый на на хороший потому что я его купил в светофоре или светофоре или но светофоре водим до 300 или там 250 рублей в общем и возможно как бы он еще дает свои как бы сбои ну соответственно выкипает он раньше и соответственно в системе все начинает расширяться давление сидела к и очень назначен тасол кипеть и из-за этого выливается вот такое предположение сейчас в общем буду ждать сегодня у нас первое число и поэтому магазины не работают в центре в райцентре получается и соответственно брат ничего не может купить и отправить поэтому будем ждать 2 3 числа третий нам будут все работать поэтому в общем собираем сейчас иду закрываем и пока оставляем этот этот проект на этот до подхода запчастей в общем решил ребят поставить массу на вездеход вот и в общем не знаю баки вот такие стяжки хотел по красивому стяжками делать но стяжки короче какие-то они на морозе прям рвутся ничего не могу делать они он и полу кидал вот они короче вот так ломается начинаю загибать и тянуть они просто ломается в общем это скорее всего тяжкие сами какие-то уплыжные поэтому решил не париться и в общем проволочка наши все колхоз style нафиг медной проволокой решил закрутить закручу все замотаю в общем медной проволокой я думаю также будет все держаться хотел думал что ближе сюда выйду а в общем ушел он где то есть эта педаль цепление но надеюсь сильно касаться не будем принципе провода массы на не знаю надеюсь не будем его сильно рвать хотя вот здесь нажимать будем и надеюсь короче не будем рвать если будем рвать хотя вообще с той стороны его вывести ну то есть конца с угла но что-то туда некуда привязаться и решил все-таки думаю вот ну отсюда проведу вот никуда вы не поставить на ту сторону хотел поставить на тут на той стороне более даже лаконично как будто бы будет держаться но тут в том что там выхлоп идет и скорее всего все это нагреется и растает и думаю нафиг короче здесь конечно тоже не хорошо потому что здесь когда он идет здесь считай кулиса потом этот как его кардан и здесь рулевая то есть все это может если упадет будет тереться и тоже не есть будут но что уж там попробуем так а потом если что переделаем тут как бы не человек кровь не выйдет так что можно его сверлить и дырять никаких проблем а потом заварить и все будет хорошо так что в общем делаю вот эту тему небольшой апгрейд потому что если его не поставить то у меня просто сразу клемму на клемму накидываешь как будет это на аккумулятор клемму накидываешь у меня сразу начинает работать зажигание и то есть все время лампочки горят соответственно это потребление аккумулятора и короче кирдык мирдык в общем надо как-то заглушить не знаю почему этот сделал так как его конструктор вот ну уже сделано так сделано будем мастерить и химичить принципе все так сказать сделано с этим как его без каких-либо излишеств в общем ребята кое-что добился блин здесь цифра кровь удалился видать душевно сейчас завел движок но без датчика датчиков чем завел движочек налил новое масло масло у меня вот такое как бы масло не суперкрутое вот она купил светофора она самая бюджетная для того чтобы промыть двигатель пока как бы поставил его кстати движок начал работать намного тише до этого включали клапана сейчас клапана перестали включать залил это масло а до этого вот здесь была какая-то вот такая непонятная субстанция она вылеча жидкая когда были морозы она стала густой какой-то но показывал клапана такие на клапана потом надо вылить плата не вылить а использовать для смазки теперь да что да потом бате скажу вот залил новое масло поставил новый фильтр вон там то старый фильтр работать нам стало намного тише так и сейчас вот зашел и не шумят клапана вот сейчас немножко поработает посмотрю по уровню масла может еще добавить добавить вот и потом наверно еще может быть и промою понесение это в этом стоите зимнем сезоне а летом приеду покатаемся еще раз масло поменяю потому хочу да слишком уж черное масло какое-то вон но здесь конечно немножко неудобняк масло выливается на этот на защиту но это ничего страшного что потом вытру все все стало хорошо работать единственная вот датчик купил новый датчик короче строить он не работает сейчас заказал новый датчик он 350 рублей стоит сейчас знакомый мужичок спасибо ему опять же большой низкий поклон что как бы помогает каких-то ситуациях потому что здесь достать но нет запчастей для машин в общем такие моменты и еще надо разобраться с бендексом сюда бенды плохо запускает двигатель и целом-то и все все чикен пукин как говорится работает и попозже сейчас хотел вы ехать круги сделать насчет она на типа позже может сделать вам может сейчас делать а посмотрим путь по цвету делаю видосики в общем поставил колесики вообще понравилось поставил вот эти краники и соответственно сделал там температурой температура подумается потихоньку сделал такой шланг вот он вот такой шланчик там сделал переход спасибо что указали будьте здорово вот там сделал такой переходник переходничок из двух труб труба 25 оцинкованная или 30 оцинкованная и двадцатка двадцатка внутри зашла я как бы провалил и все за сандалию вот такая тема вот это чуть толще труба на выхлоп а тут как бы засовываешь колесо накачивает буквально за 5 секунд вот такая тема вот такие моменты ну шагов то дунова то работает но хотел же поменять масло съемные колпачки но что-то не поменял может из-за этого еще троить если что может быть потом поменяем а может пока пусть масло есть чё надеюсь из-за из-за этого ничего не затроит ничего не сломается в общем все на базе сочники пуки по снегу слабо Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Продолжение следует... Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Не знаю сколько оборотов... Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Сколько скоростей? Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Так... Смотрите продолжение в следующей серии. 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 давай потихоньку назад давай не выпрямляй все-все потихоньку назад дай немножко у соседей забор чуть не воткнули другую сторону куда-то выруливаешь чё чё сам сразу испугался что ли сложностей все вали так ладно выключаюсь в общем ребята вот так оставляю вездеход сейчас подниму на чурки потому что не знаю колеса как бы были собаки заколебали в деревне везде суд заразы при том что мои все время в этом на привязи спускаю порой но обычно они у меня на привязи время выхожу и блин колеса оба стана или еще что-то оба стана в общем короче заколебали собаки этот чё хотел колеса не знаю как бы один точно был одно раздувался вот сдувался то есть как бы и поэтому чтобы такого не случилось что колеса немножко раздулась я на кого промялась и соответственно там будут пойдут трещины это потом полный пипец будет для этого я как бы он раскопал до земли вот и поставлю сейчас на чурочки сейчас эти бруски поставлю и все будет гуд там то надо было конечно колесо немножко раскопать но мне уже лень сейчас подниму приподниму и этот батя поставить эти бруски вот и в общем подниму оставлю на стоянку на зиму вот хотя уже как половина зима осталось на в общем не хочу чтобы колеса у меня лопнули но не лопнули отлично не пуси соответственно как бы вот так делаю там мне тут не вездеход трехколесный так батя там вообще спускает еще немножко колеса как бы чтобы не полная накачка была чтобы как бы колесо принял свое положение чтобы резина и покрышка камера и покрышка не не портились в это это то что надо сделать каждому перед поставкой этот техники на зимний период потому что когда они двигаются когда они стоят в одном положении то соответственно даже на машину как бы надо поднимать потому что она как бы этот но резина лопается общем из-за того что она принимает нестандартное положение стандартное положение это вот когда она надутая и не в полной мере а получается в умеренном размере вот снизу тоже скопал здесь конечно хреново но сейчас туда тоже чурочку подложу на этот холмик поставлю задние если будет держать а потом уже снег когда потом будет подтаивать если она упадет батя соответственно этот как его посмотрит если что что-нибудь еще придумает опять же ближе к весне может приедут надеюсь если отпуск дадут на охоту на гуси когда на утку тогда уже сам разберусь соответственно куплю этот он гейна куплю он гривни называется жидкость которую внутри заливают и она закупоривает эти дырочки дырочки в общем вот такие дела покатался очень понравилось есть конечно свои нюансы по зиме когда катаешься она начинает буксовать и дергается короче вот так все прыгает но ничего страшного как бы это нюансы самой техники а так техника очень понравилось не знаю еще что буду делать дальше как бы дальше апгрейд на свечи надо поменять весной когда приеду кнопку поставить запуска потому что здесь она сгорела нормальную правильную кнопку потом на мостах надо вывести он там видно пипка это сапунчики сапунчики надо вывести наверх чтобы при водных преградах через сапуна не зашли не зашла вода в редукторах вот потом не знаю с редуктором буду что-то менять нет редукцию самым буду менять нет цента неплохо вроде бы но можно еще усилить чтобы она вообще медленно топала как бы вы если и ну куда-то на грязь или еще что то чтобы можно было это дальнейшее развитие ручной газ хочу сделать чтобы ручной газы путем сделал сам оттуда вышел где-то помог везде ходу и он чтобы медленно тюк 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 века грубо говоря так в общем такие моменты а вот все еще не знаю крышу и сидумы заподяжить но это опять же другие а другая уже история дойду или я до этого это другой вопрос но желательно бы крысу как крышу конечно кое-какую это замастырить вот я бы как бы для себя возможно даже ничего не делал потому что у меня у нас городе есть как бы крыша там принципе не нужно на самом-то деле ну да конечно во время дождя не немножко неприятно но как бы это все все вроде поправимо вот но как бы здесь у баки и для баки как бы для удобства хочу крышу сделать чтобы при осенних там поездках на охоту еще куда-то чтобы батя не мерз не мог вот и еще не знаю думаю это как бы тоже в раздумьях поставить отопитель но пока не знает уже куда поставить туда куда-нибудь свой штатный отопитель поставить поставить вентилятор и случае тогда того когда батя допустим будет вернуть во время осени или еще когда-нибудь ну то есть ближе к зиме чтобы он мог его включать и на него чтобы дул теплый ветер как бы ветер там будет грубо говоря 90 градусов чтобы ноги до что до обдувала и батя не мерз но это в дальнейшем как бы такие моменты посмотрим буду это делать нет вот такие дела а вы были ребята на канале то южный гость подписывайтесь комментируйте эти лайки ваша активность это лучшая награда моем действие конечно я и там смотрю часто твои видео для того чтобы понять что можно еще модернизировать что можно сделать но когда вы комментируете когда вы помогать когда вы даете умные и дельные советы это очень как бы подвигает на то чтобы выкладывать видео и соответственно помогает модернизации тому того или это той или иной техники или еще каких-то действий сейчас выложил про новый снегоход буран который я купил преддверии нового года и многие писали люди как бы я ничего не хотел уже делать то есть поедет там грубо говоря какие-то моменты но многие приписали что натяжку цепи надо менять и соответственно как приеду город займусь этим делом скорее всего но брат уже подсказал что он какие-то моменты сделал там вот сейчас еще у него подпра подспрашиваю и вам опять видео сниму как можно штатную вот эту натяжку соответственно пружину убрать там какую-то пластину до выключить и соответственно поставить и все будет good в общем это опять же дальнейшем я вам покажу вот спасибо людям на добром слове которые помогают которые дают стимул куда-то двигаться и в общем-то что-то делать и опять же тараканы моей голове что в шевелились бегали и прыгали вот а на этом я с вами прощаюсь всем добра благ и всем пока а